Дорогие партнеры, хочу вам рассказать о спирулине. Сейчас спирулина очень популярна, уже многие знают о ее уникальных свойствах, но наша спирулина отличается тем, что является оригиналом. Она производится в Японии компанией Алгая. Эта компания является номер один на японском рынке. Спирулина это сине-зеленая микроводоросль со структурой в форме спиральных волокон. Чем же так полезна спирулина? Во-первых, в спирулине содержится полноценный белок, в составе которого находятся 18 аминокислот. 8 из них не синтезируются организмом и приходят к нам извне, поэтому называются незаменимыми. В ней содержится аминокислота элергенин, субстрат для синтеза окситоазота. Оксид азота это вещество, необходимое для эластичности сосудов и клеток сердца. Содержание питательных веществ в одном грамме спирулины настолько много, что она равняется одному килограмму различных овощей. По данным ВОЗ, регулярное использование спирулины позволяет предотвратить до половины всех известных заболеваний. Спирулина является практически идеальной пищей для человека. В добавке, помимо растительного белка, содержится большое количество микроэлементов, таких как калий, кальций, хром, медь, железо, магний, марганец, фосфор, селен, натрий, цинк. Огромная ценность спирулины состоит в том, что в ней содержатся витамины группы В, а липиды составляют примерно 10% продукта. Спирулина особенно нужна детям для роста и развития. Спирулина помогает поддерживать на должном уровне сахар крови, поэтому успешно используется у людей, страдающих сахарным диабетом. Применение спирулины помогает перейти тяжелой форме диабета в более легкую. Проведенные клинические исследования доказали, что спирулина способна нормализовать нарушенную микрофлору кишечника. Применение у людей, страдающих заболеванием глаз, позволяет восстановить функцию сумеречного зрения. Спирулина обладает способностью восстанавливать функцию кроветворения, поэтому оказывает положительное влияние, если применять ее с целью профилактики железодефицитных или злокачественных анемий. Спирулина придает энергию и ясность разума. Прием спирулины усиливает в организме обмен веществ и повышает иммунитет. В спирулине содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, что позволяет оказывать влияние на обмен жиров в организме, особенно холестерина и триглицеридов. Это свойство спирулины используется для профилактики развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Особенностью спирулины является то, что в нем содержатся такие уникальные вещества, как фикоцианин. Фикоцианин – это синий пигмент. Уникальным свойством данного вещества является ингибирование роста и размножение раковых клеток. Гамма-линоленовая кислота – вещество, которое встречается, кроме спирулины, только в материнском молоке. Он профилактирует развитие артритов. Глютаминовая кислота – это питательное вещество для клеток мозга. Оно способствует утилизации умственных способностей и повышает активность умственной деятельности. Тирозин – его еще называют эликсир молодости. Вещество, влияющее на скорость процессов старения. Он предупреждает появление седины, замедляет общее старение организма. Цистин – фактор, нормализующий общую работу функцию поджелудочной железы. Аргинин – очищает кровь, улучшает эластичность сосудов. Инозитол является гепатопротектором, нормализует уровень жестов женских половых гормонов и холестерина, выводит из организма канцерогенные вещества. Тиамин – он гармонизирует работу нервной системы, расслабляет, снижает утомляемость, способствует восстановлению ритма сердца, уменьшает отдышку. Фолиевая кислота – она участвует в кроветворении, нормализует уровень гемоглобина. Также велико его дезинтоксикационное действие при лечении онкологических заболеваний, в том числе для восстановления организма после радио- и химиотерапии. Также оно идет как дополнение к основному лечению при сахарном диабете. Идет как профилактика атеросклероза, а также вызывающих им заболеваний мозга, сердца, инфарктов, инсультов, стенокардии, гипо- и гипертонии. Профилактика и улучшение течения катаракты, миопии, поражений сетчатки. Поддержание организма при сильных физических нагрузках, при вегетарианском питании. Как принимать спирулину алгаи? Для взрослых по 5 таблеток 2 раза в день во время или после еды. Для детей по 1 таблетке 1 раз в день. Для детей нужно растолчить и довести до порошкообразного состояния. Как правильно хранить? Хранить в прохладном, защищенном от света месте. Противопоказаниями являются индивидуальная непереносимость компонентов, острый период хронических заболеваний, заболевания почек. Также нужно принимать с осторожностью вместе с антикоагулянтами, допустим, варфарином, пищевыми добавками, обогащенными витамином К. В редких случаях возможен запор или диарея. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok